Сегодня у нас 31 мая 2023 год. Брат Николай Георгиевич. Находимся мы тут на самом хреновом огороде, как говорится, потому что много фена растет. Из этого название такое. Он сейчас тут скашивает все это. А я буду проходить мотоблоком и уже спакивает все. У нас уже часть прошла. Можно было бы лопато все сделать, но это намного больше. Возле дома и Павла Наткина. Ну, Николай Георгиевич, что скажем? Такая погодка у нас сегодня замечательная, по милости Божьей. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Хлеб так просто не достается. Приходится потрудиться. А потрудиться, что же заставляет человека трудиться? На земле Господь заповедовал, трудитесь и возделывайте землю. Все. В поте лица будете добывать свой хлеб. Так сказано. Кто ленится, тот ленится. Тот думает сейчас вот какие-то там сообщения, какие-то денежки. Халявные деньги, они так халявно уйдут. А когда человек трудится, он развивает в себе способность видеть добро и зло. Это однозначно. Однозначно. Теперь, вот что мы делаем? Мы, получается, удаляем сорня. Господь сказал, что придет в свое время, соберет пшеницу в свою житницу, а солому соберет в пучки... Плевелы. Плевелы соберет в пучки и сожжет. Ученикам дана возможность и способность отделять, видеть плевелы и пшеницы. Что? Тоже помогает? Тоже. Входит. Плевелы и пшеницы. Когда Господь сказал, растут и плевелы и пшеницы. Господи, позволь, мы пойдем вырвем. Нет, всему в свое время. Вы, если начнете вырывать, то и пшеницу погубите. В свое время пшеницу соберет. Но нам дано на земле отличать добро от зла и то, что мешает урожаю, мы убираем. Вот этим мы и занимаемся. Великое дело Господь дал нам. Открыл себя. Открыл видение, что жизнь есть, что жизнь вечная. Что человек сотворен по образу и подобию Бога нашего. И тот, кто это не принимает, он слепец, он не видит. Кто не слышит, он просто глухой. Господь сказал, придите ко мне все страждущие и обремененные, и я успокою вас. Успокоит Господь. Никто, кроме Господа. Ибо он пришел на землю, его распяли, сам сознательно пошел на крест для того, чтобы Бог человека примирить с Богом. Чтобы человек имел жизнь вечную. И весь суд отдал. Бог отдал весь суд Господу. Не сам Бог будет судить, а все передано Господу. Так и сказано в Евангелии. Скажи, брат. Судить будет Господь Бог. Написано, Бог Отец передал эту власть Богу Сыну. Богу Сыну. Да. Так и сказано. Да. Так что поблагодарим Господа за все его деяния, за милость его, что дает возможность нам трудиться, отличать добро от зла, видеть в себе добро и зло, в первую очередь, эти плевела или хорошие, в первую очередь. Вот это. Есть три вида. Грех один, три вида. Подумал, сделал и потом научил. Это все одно. Прежде чем делать, надо подумать, а добро ли это будет дело или не добро. Не дай Бог еще кого-то научить. Слава Отцу и Сыну и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Благодарю брата Владимира, дает мне возможность потрудиться, чтобы я делал с Руси. Всегда рады стараться. Аллилуйя. 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 Слава Христу. Слава Христу.